Почему люди не летают, как птицы? Этот вопрос нам прислал Миша Орлов из Краснодара. Кар-кар-кар, ну почему же не летают? Сейчас вы все увидите своими глазами. Кар-кар-кар-кар-кар! При большом желании человек может научиться летать, да еще делать трюки в воздухе. Кар-кар-кар, кому это под силу? Воздушным гимнастам. Кар-кар-кар! Съемочная группа Почемучки ведет свое расследование прямо из цирка. Наша цель понять, ну как, как можно научиться вот так летать? Кар-кар-кар, это гимнастическое шоу родом из спорта. Еще в Древней Греции спортсмены учились выполнять сальто на натянутом канате. Вниз головой стрелять по мишеням и раскручиваться на веревках, подвешенных к потолку. А сильно ли изменилась гимнастика с давних пор? Кар-кар-кар! На самом деле, конечно же, воздушная гимнастика очень сильно изменилась. Много разного и разнообразного реквизита появилось. Каждый гимнаст заинтересован придумать что-то нового, чтобы не было повторов, и они были единственные. Конечно же, трюки тоже увеличились в силе, да, в красоте, в грации. Это все очень сильно отличается от прошлого. Лет 200 назад самые сильные спортсмены ушли в цирк. И именно тогда появился этот высокий купол, чтобы гимнастам было удобно и просторно. Кар-кар! А какая высота у купола, Кар-кар? 27 метров. Это если сравнивать высота девятиэтажного дома. О, это он такой высокий! Ой, а вам не страшно на самой высоте? На самом деле, в первый раз было очень страшно, потому что это самый высокий купол в России. В цирке на проспекте Вернацкого. Наталья, а скажите, пожалуйста, а как вы тренируетесь? И где проходят тренировки? И сколько они длятся по времени? Тренируюсь я каждый день. Проходят тренировки где-то часа по три минимум. Каждый раз отрабатываем свои трюки. В России гимнастику популярной сделал великий полководец Александр Суворов. Он создал гимнастические классы в военных училищах. Кар-кар! А в какой стране сейчас самые-самые-самые бесстрашные и смелые гимнасты? Ну, конечно же, я могу сказать, что это про нашу Россию. Это действительно самые сильные артисты, воздушные гимнасты, акробаты. Это все-таки Россия на первом месте. И, конечно же, практически не уступают им китайцы. Воздушную гимнастику называют королевой цирка. Мастера этого искусства не только выполняют трюки, но и показывают целые спектакли в воздухе. А еще почти у каждого артиста есть свой смертельный номер, который гимнаст выполняет без страховки. Кар-ррр! На сегодня все. Кар-кар-кар! Кар-кар! Кар-кар!